салют арава добро пожаловать на канал блогерский обход и это первый видос 2019 году немножко в обновленном формате как и обещал пока готовятся к выпуску новые видос про заброшки сожалению получается так что они готовятся не один день и даже не одну неделю это очень трудоемкий процесс и очень долгий процесс крайне нудный процесс поэтому ребятки я вас просто прошу наберитесь терпения и скоро вас будет ждать видос анонс которого я запущу в конце видеоролика а пока мы не начали я прошу вас подписаться поставить лайк и написать комментик кстати напишите как можно больше комментариев потому что именно они помогают продвигать ролик ну а теперь начнем отвечу вам на один из самых интересующих вас вопросов которые вы мне очень часто задаете и давайте приступим погнали а перед началом ролика рекомендую вам пройти по ссылочке в описании и подписаться на безбашенного экстремала парень снимает дикие руфы интересные сталки и даже где-то мелькали пранки канал очень интересный и захватывает своей атмосферой так что к просмотру обязательно но мама 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 меня очень часто спрашивают какие из моментов моей жизни были самые страшные будь то съемки выпусков будь то какие-то ситуации о которых я умалчивал не буду вам подробно рассказывать о тех ситуациях до того как я запускал свой выпуск об этом я рассказываю на своих стримах затронем мы именно тему выпусков какие из выпусков на мой взгляд были самыми страшными в то же время самым шокирующими для меня первый и самый популярный ролик на нашем канале это ролик про рейка ребят да действительно это был один из самых пугающих моментов моей жизни потому что когда мы столкнулись со всей этой ситуации со всей этой фигней и я никак не мог даже представить себе что когда-нибудь случится то чего случится в принципе не должно делать ты снял Твою мать! Тихо-тихо-тихо-тихо! Вижу! Вижу! Я его вижу! Я его вижу! Тихо-тихо! Стой! Уторопись! По сути, этот момент и сформировал наш канал таким, какой он сейчас есть. Ситуация с Рейком – это действительно очень пугающий момент. И, к сожалению, пока о нем нет никакой информации. Но, по вашим просьбам, я все-таки буду время от времени выпускать видео про Рейка. О наших успехах, поиске и охоте на него. И о том, есть ли вообще шанс встретиться с ним снова. Снимай аккуратно! Тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо! Я его должен поймать! Хотя бы заснять! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Второй момент, о котором я хотел бы вам рассказать – это выпуск с тенью. Это тот самый прямой эфир, запись которого вы сможете посмотреть по подсказке. Этот момент с прямого эфира То есть очень много людей Пытались, аж чуть ли не выстраивали Различные гипотезы о том Кто это мог быть, что это С чем мы столкнулись Вот представьте, идем мы втроем Я, моя супруга, мой друг И ведем трансляцию на мобильный телефон Прикольно Что там, интересно, есть что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй Что за хрень? На, подержи На, держи, держи Сюда, стонарик, стонарик, быстро Че происходит? Офигеть Да нет, это же просто как-то Я хрень узнаю Ребята Стоять Че стоять-то? Посмотрите прямо передо мной А че там? Веревочка В телефон посмотрите Смотри Тихо, 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 подходи Смотри в телефон Это что? Это, это либо блика Такая У меня будет какая-то херня Прикольно Сейчас, бери Тихо Не сиди Ты погоди, стонарик Ты погоди, стонарик Обычный мобильный телефон Asus Не помню модель Zenfone какой-то там На него ввели трансляцию Ну да, был единственный момент Что я не мог читать комментарии Потому что я ввел трансляцию Через программу Через другую стороннюю программу Потому что Ютюбовская программа Что-то как-то не особо Хотела сотрудничать с трансляцией А комментарий Она не транслирует Поэтому комментарий Читать у меня не получалось И это, наверное, был Один из тех моментов Когда люди подумали Что все же это была запись Однако Хочу вас уверить, ребят Что Даже погодные условия В тот день подтвердились То есть Шел снег У нас в регионе Снег идет не так часто Как хотелось бы Но во время трансляции Шел снег И, естественно Шел снег на улице Этот момент Прям отмел все сомнения Потому что Ну, опять же Предугадать погоду Заранее снимать И это довольно сложный момент Так вот Что касаемо этой тени Мы до сих пор Задаемся вопросом Кто это мог быть Что это могло быть С чем мы связались И к чему это могло привести Потому что Все-таки Когда мы Вели трансляцию Для меня Это был жуткий интерес Но когда я пришел домой Посмотрел записи Я понял Что это действительно Очень страшно И мы тогда находились В том месте Которое Показывало Всю вот эту Ситуацию То есть Я посмотрел на себя Со стороны И я понял Что Тут Что-то нечисто Серьезно Это очень прям И мое поведение Было крайне безрассудным И понятия не имели С чем сталкивались Но я полез на рожон И Это сделало свой Так сказать Результат Однако Я считаю Что это один из самых Пугающих выпусков Потому что Когда я пересматриваю Это видео Заново У меня Дрожь Меня пробивает дрожь У меня мурашки по телу И мне действительно страшно Следующее О чем я хотел бы вам сказать Это конечно Не настолько Пугающее видео Насколько хотелось бы Но все же Момент такой есть Это Девятиэтажный дом От завода АРЗ В котором Тряслась Труба Что Э А Ребят Ну это вообще Нишутка Нифига Я короче Ухожу Нахер Что Снизу Что Да Ну вас В жопу Я ушел Это Прям Какая Это Херня Серьезно Народ Ну как Так Да Хорош Серьезно Ну хватит Ну Многие Думают Что Там Были Мои Друзья Которые Прятались Которые Там Все Это Трясли Но Я Одно Могу Сказать Что Там Без шум Находить Невозможно Потому что Кругом Куча Битого Кирпича И эту Трубу Можно было Трясти Исключительно Над моей Головой Потому что Выше Я На трансляции Это показывал Я прошелся По всем Утажам Где есть Труба И трясти Ее могли Исключительно Только Над моей Головой Но Когда я Поднимался Наверх Рогов Слышно Не было И Так же Этого Не было Слышно На видео И так же Это не было Слышно Во время Трансляции Напоминаю Я там Был Я снимал Там Видео Это первое Второе Я проводил Там Трансляцию И Третье Эту Трансляцию Смотрело Очень Много Людей И Все Звуки Все Что Происходило Все Это Было В прямом Эфире И Наложение Полностью Исключено Там Залаз Только С одной Стороны И Я уверен Что Никто Не мог Находиться В тот Момент На моей Голове Потому Что Я провел Разведку И я точно Знал Что Там Людей Нет Так что Я думаю Что Этот Видос Можно Отнести К Данному Так Сказать Видео Следующее О чем Я бы Хотел Сказать Это Выпуск Который Пробрал Меня Просто До Дрожа Который Меня Просто Напугал Да Нельзя Потому Что Тогда Я Впервые Услышал Голос Голос Из Ни Откуда Давайте Вспомним Момент Когда Мы Ходили На Заводный Сильмаш Где Находился Актовый Зал В котором Разлетело Стекло Так вот До Этого Я Ходил Туда Один Оставив Своих Ребят Внизу Чтобы Они Контролировали Всю Ситуацию Чтобы Они Контролировали Вход И Чтобы Никто Не Мог Зайти В Помещение И Я Был Твердо Уверен Что Там Быть Никого Не Могло И Момент Когда Звучал Голос С одной Стороны Выход Был Блокирован Собственно Мной Второй Выход Блокирован Ребятами И Когда Все Это Произошло Меня Это Просто Напугало Нельзя Потому Что Я Впервые Тогда Услышал Голос Настоящий Плачущий Женский Голос Женский Лhost Собственно Йос Д prove Мог Frances Эй. Эй. Там исты? Секай. Парни. Парни. Парни наверх, срочно! Парни. Парни. что не выходят не вы уверены даже сейчас вспоминает этот момент у меня мурашки по коже бегут я чувствую себя крайне некомфортно это действительно один так один из этих моментов которые меня просто поразил следующий выпуск о котором я хотел бы вспомнить это город хабаровск я провел там всю ночь и за эту ночь я испытал такой шок от которого мне наверное по сей день дурно почему потому что вспоминаются случай эти шаги над моей головой это эти звуки вот это все проявление зная историю этого места я честно говоря не хотел бы чтобы это повторилось я уже сижу здесь сколько часа 2 наверно а в принципе ничего не происходит интересного тишина это уже думал ложиться спать думаешь тут ничего особенного не будет честно говоря я немножко подустал многие говорят что там были мои друзья когда я приехал хабаровске ходил в это помещение дважды первый раз я ходил туда с девушкой моим другом на стенам нашей команды мы ходили с ней в разведку я осмотрел все это помещение то есть я должен был убедиться что там нет каких-то сторонних входов и выходов чтобы я мог расположиться так чтобы я мог контролировать вход единственный благо дело единственный вход это лестничная площадка и возле нее я оставил палатку контролировать перемещение людей потому что мало ли мог кто туда прийти пришел туда уже во второй раз ночью один потому что настя живет в общежитии те на улице к сожалению не так было тепло я не мог себе позволить оставаться человеку на холоде ладно я я неадекватный человек и я не боюсь холодов и поэтому я могу на всю ночь остаться на заброшки в холоде а тащить с собой человека чтобы он замерз еще не дай бог заболел к сожалению я не могу себе этого позволить это непозволительная роскошь и вот момент третьего этажа маленькая комнатка вход исключительно через лестничную площадку прятаться там абсолютно негде а в принципе ничего не происходит интересного тишина я уже думал ложиться спать ничего палатка заброшка если не ставил плотни за заброшки не разума отопил а опыт честно говоря я немножко подустал это плечи было сверху это прям по любому было сверху здесь есть то эй давайте будем учитывать тот факт что здесь кроме как по лестнице подняться никак не получится Тут прям шаги Ребята тут прям шаги Я без монтажа, то есть одним кадром выкладываю момент, когда что-то происходит Я поднимаюсь наверх, осматриваюсь и понимаю, что там абсолютно никого нет И этот момент заставил меня содрогнуться После того, как я залез в палатку, точнее, как это получилось Я слушал все это происходящее Мне стало жутко не по себе Понимаете, когда ты приходишь на заброску для того, чтобы снять новый видос Ты поначалу чувствуешь себя как-то более увереннее Но потом все эти события начинают давить на тебя изнутри так Что рано или поздно со временем ты ломаешься Многие меня спрашивают, зачем ходить на заброску и снимать видео, чтобы потом обосраться и убежать Ребят, есть такая вещь Любопытство И самосохранение Когда эти два чувства начинают бороться друг с другом Чувствуешь себя крайне неловко Я занимаюсь этими вещами уже очень давно И могу сказать так, что именно в этот день я сломался Я сломался морально Я просто заперся в палатке в надежде за то, что ты меня спасет И я очень долгое время слушал все, что происходило над моей головой И я с твердостью был уверен, что я находился там один Это лютая херня, ребята Я тут заперся в палатке, честно говоря, не особо говорю Желанием вылазить Я не знаю, пишет ли это сейчас камера Но над моей головой это происходит уже минут 30, наверное Серьезно Не прекращайся Серьезно Серьезно Я вот И звук вон тут ближе, то дальше Я, я правда, я, я, я прям Я не могу уснуть Я из комнаты даже боюсь вылазить из палатки Это прям дикость Серьезно Это прям Это лютый капец Это лютое говно Дай бог даже до утра Человека другого там быть не могло Сто процентов Я даже когда находился на третьем этаже Я услышал за своей спиной шаги Охренеть Что сейчас было? Тут прям шаги Ребята, тут прям шаги Да, я отвлекся Я не повернул камеру, чтобы показать вам, что там действительно никого нет, потому что я держал штатив и я повернулся, потому что первое на что среагирует человек это визуальный контакт То есть я стоял с камерой, я повернулся и понял, что никого нет, только потом до меня дошло, что я забыл повернуть камеру Это объяснение для тех, кто подумал, что я скрыл камерой человека, который там за мной ходил Вы можете думать все что угодно, потому что я не пытаюсь вам доказать существование паранормального Я просто снимаю видео, выкладываю и делюсь с вами своими впечатлениями от этих съемок Верите в это или нет, решать только вам Ну и наконец вспомним самый жуткий, наверное, самый пугающий момент, самое животрепещущее чувство, которое я когда-либо испытывал Это место, которое меня сломало морально, оно давило на меня не тем, что там происходило, оно давило на меня своей атмосферой Я не смог долго находиться в этом месте и я сбежал оттуда Сбежал оттуда, сверкая пятками, после чего я провожу стрим ВКонтакте и рассказываю ребят, что мне прям что-то как-то не по себе Но я потом возвращаюсь снова туда и делаю, снимаю видос и где я так же ломаюсь, так же испытываю крайне неприятные ощущения И доходит до того, что мне приходится вызванивать своего друга, с которым мы находились в ссоре, для того чтобы он помог мне Да ребят, те кто смотрит мои видосы понял уже о чем я говорю Это заброшенное бомбоубежище Я сейчас надеюсь, что мне показалось Я прям дико надеюсь, что мне показалось Ребят, я уже тут Я тут уже прошел довольно много времени Честно, мне отсюда хочется свинчить Я так и не нашел источник голоса У меня дикое желание отсюда свинтить, пока я не посидел Многие спрашивают, почему вы так вот уходите Не разобравшись Ребят, потому что здесь реальная атмосфера прямая Ужас какая Каждый твой шаг, каждый твой волос отдается здесь диким эхом Прям таким гулким протяжным Та атмосфера, которая вот там, она меня прям поглотила Я не знаю, меня сейчас всего коребит, корежит Я еще такого никогда не испытывал Я никогда не запускал трансляции после съемок БО Никогда, но сейчас я это делаю Потому что мне нужно успокоиться и я должен кому-то выговориться А кому я кроме вас могу сейчас выговориться, потому что Я нахожусь сейчас далеко от своего дома Мне до него еще... Давайте п***давать Че б***д? Че за... Че за... Вот... Э! У меня ствол, э! Кто здесь? Сука, я сейчас швальну, б***ь! Швальну, сука! Э! Сука, э! Сука, э! Давайте вспомним трансляцию из города Благовещенска, в которой я недавно ездил и по работе и вот недавно вернулся, но там я успел провести трансляцию, где мне некоторые ребятки чуть было не ввалили люлей Сука, не сюда и... Сука, не сюда и... Тем более, там трасса Это был не я, ребят Честно, это был не я сейчас Кто-нибудь есть здесь? Эй! Ребят! Люди! Товарищи бомжи! Многие предполагали, что в этом госпитале есть подвал Но мы полностью изучили все это помещение И там нет никаких подвалов Никаких спусков Если даже есть, они жутко завалены Мы осмотрели все, там нет ничего Поэтому из-под земли этот звук доноситься не должен был Это явно было где-то в здании Где-то в здании, именно в той комнате, в которой я находился Тем более, там Желаю, это, трасса К чему я вспомнил эту ситуацию В этом бомбоубежище тоже доносились звуки, похожие на тот кашель Но, со стороны своей, на записи, да, возможно, оно и есть похоже чем-то Но, как слышал это я, это совершенно разные звуки Там доносился кашель, благовещенский, доносился конкретно кашель В этом бомбоубежище это были какие-то скрипы, какое-то придыхание Что-то такое железное, тяжелое, непонятное И в то же время что-то похожее средне на человеческое И в то же время конкретно нечеловеческое Я говорю это сейчас тем, кто думает, что у меня была с собой колонка В которой я воспроизводил звуки Конечно, это могло бы быть правдой Только проблема в том, что даже если бы это была бы колонка Должен был кто-то ее включать Я в это время проводил эксперимент Друг приехал намного позже Другого никого быть не могло Так как моя супруга сейчас находится в Санкт-Петербурге Точнее в Архангельске, но она уже живет в Санкт-Петербурге Один акула мог приехать Так как Татьяна работает А Настя Спайс находится в Хабаровске на учебе Поистине это очень жуткое место Это прям действительно очень жуткое Потому что оно ломает человека атмосферой Присутствием чего-то или кого-то И туда я вернусь Но вернусь я туда не один И мы попробуем провести еще несколько экспериментов Я думаю будет интересно Ну что ж ребят, я рассказал вам самые интересные моменты За все время съемок блогерского обхода Это действительно вещи, которые меня очень напугали Также были случаи с куклой во время прямого эфира Какой-то странный мужик на швейной фабрике Который издавал звуки Тень в городе Облучье, где мы с моей супругой ездили И зацепили ее Если вам понравился ролик Подписывайтесь, ставьте лайки И у меня к вам просьба Пишите комментариев как можно больше Потому что именно ваши лайки и комментарии Помогут продвинуть видео Что позволит нам развивать канал Ну а теперь Анонс будущего видео про заброшку Которого вы так долго ждете Честная презентация Я очень хочу отсюда светить Мне капец как страшно Не успел зайти ночевой что ли? Эй, шутники Субтитры сделал DimaTorzok Кто это еще? Кто это еще? Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Огромное спасибо за просмотр Вы самые лучшие Пока